Здарова, бихолдеры! И отдельный привет злобоглазам с Бусти. Вы на канале Кроноса, сейчас Хомэмесяц, и сегодня мы разбираем эволюцию городов, героев, меча и магии. В Хомэмэм есть два основных столпа. Это герои и города. Без первых не могут развиваться вторые, а без вторых первым будет нечем воевать. И в данном ролике я решил разобрать изменения непосредственно городов, из части в часть. Мы посмотрим на расстройку, на некоторые особенности и, конечно же, на экраны городов. В этом ролике мы возьмем за некий стандарт варваров. Во-первых, они есть в каждой части, пускай в пятой и с аддоном. Во-вторых, это не рыцари. В-третьих, это одна из моих любимых рас. И в-четвертых, это мой ролик, и я имею на это право. Поскакали в первую часть. Ах, простые времена первых героев. Все города были практически идентичны. Всего лишь 11 построек, причем одинаковых. Отличались друг от друга только жилища существ. Остальные постройки это таверна, воровская гильдия, башня магов, колодец и верфь. Все имели доступ к высокоуровневой магии. Таверна давала дополнительную мораль при защите города. Гильдия воров позволяла узнавать информацию про оппонентов. Колодец увеличивал еженедельный прирост, а верфь была доступна только в прибрежных городах, и в ней строили лодки. Такой вот джентльменский набор. Кстати, функцию ратуши в первых двух частях выполняют замки. Без замка у города не будет стен при осаде. В таком виде база представляет из себя палатку, которая производит жалкие 250 монет в день. При этом в таком городе нельзя ничего построить и даже нельзя нанимать героев. Чтобы превратить эту самую палатку в замок, нужно выложить кругленькую сумму. Небольшой минус. Все здания, кроме жилищ существ, строятся в одном и том же месте и выглядят одинаково. Причем они занимают еще и большую часть городского экрана. Получается не слишком много визуального разнообразия. Дополнительный плюс, который, честно говоря, я бы хотел видеть и во всех остальных частях. Около каждого жилища на экране города тусует его непосредственный житель. Это, во-первых, классная визуальная подсказка. А во-вторых, это добавляет городу чуть-чуть живости. Но на этом как бы все. Надо переходить во вторую часть. Двойка очень сильно поработала над разнообразием фракций и в целом улучшила все, до чего смогла дотянуться. Соответственно, в городе появилась прорва новых зданий. Работают города все так же. Это либо деревня с палаткой, либо полноценный город с замком. Давайте сначала посмотрим на новые здания. Во второй части появились рынки, которые позволяют менять ресурсы, и статуи, которые приносят дополнительный доход. Плюс, каждая фракция получила по два уникальных здания. Первое увеличивает прирост юнитов первого уровня. У варваров это гоблины, которые обожают мусорные кучи. А вот второе здание для каждого города полностью уникально. Волшебники строят библиотеки, которые расширяют набор заклинаний в башне магов. Чернокнижники выкапывают подземелья, которые приносят дополнительный доход. А варвары возводят арены, которые докидывают защитникам города бонусную мораль. Плюс, каждый город теперь выглядит воистину уникально. Даже общие для каждого города постройки, типа башни магов или рынка, у всех теперь нарисованы по-разному. Далее расширился набор защитных построек. Замок в первой части давал просто стены. А во второй у замка есть подъемные ворота и центральная башня, которая стреляет во время осады города. Плюс, вы можете докупить еще две башни послабее, ров и героя капитана, который будет защищать город в отсутствии полноценного героя. Ну и на мой взгляд, во второй части просто визуально шикарные города. У каждой фракции есть свой стиль и своя четкая цветовая гамма. И вкупе с великолепной музыкой проводить время на городском экране попросту приятно. Наконец, третья часть. Если вторая часть это просто улучшение первой, то в третьей изменения были куда более радикальные. Функции у многих зданий поменялись. Теперь нету замков. Сначала вы строите форт, потом улучшаете его в цитадель и только в конце получаете собственно замок. И с каждым уровнем улучшаются защитные постройки при осаде и прирост юнитов в городе. Теперь форт это чисто боевая постройка. Без него нельзя будет возводить жилища существ. Непосредственно стройкой теперь занимаются в префектуре, которая имеется в каждом городе без исключений. И экономика тоже изменилась. Самый маленький город теперь приносит 500 монет. Самый большой 4000. И собственно от уровня префектуры зависит доход. Хотите получать 1000 золотых в день? Сначала построите таверну. Герои кстати теперь нанимаются в ней. Она все так же повышает мораль защитников. Также теперь в ней нанимаются герои. И туда же переехала гильдия воров. Нужно построить магистрат. Что ж, вам понадобится кузница, в которой производят боевые машины. Гильдия магов, которая теперь далеко не у всех фракций может быть улучшена до пятого уровня. И рынок, который тоже можно улучшить, чтобы он производил ресурсы. Для каждой фракции производятся свои. Наконец вы хотите возвести капитолий, который приносит целую тонну денег, но может быть построен только один на всю вашу фракцию? Для этого вам понадобится замок. И уникальных зданий для фракций тоже стало намного больше. У варваров их целых 4,5. Зал Вальгаллы докидывает каждому герою в городе плюс один к атаке. Двор Баллист позволяет покупать баллисты в придачу к обозам. Черный ход позволяет сбежать из города. А в гильдии наемников можно продавать своих существ. Наконец возведение столовки увеличит прирост гоблинов. У всех рас есть здание, которое улучшает прирост бойцов. Но даже это здание теперь у всех рас разное. У некоторых оно присутствует в двух экземплярах, и далеко не все они увеличивают прирост существ первого левела. Также теперь можно улучшать все жилища существ. И наконец в каждом городе появилась сверхмощная постройка, которую вы можете получить только выкопав Грааль. И разумеется они тоже уникальны для всех фракций. Варвары возводят монумент полководца, который повышает атаку защищающего город героя. Пиковое разнообразие всего. И теперь это будет считаться за основу. Ниже которой фракциям падать не стоит. И парочка любопытных наблюдений. Во-первых, с верфями произошло нечто странное. Они теперь есть далеко не в каждом городе. И соответственно некоторые фракции получили очень специфичное, но солидное преимущество, если город оказался у воды. В базовой версии верфь имеется только у замка, у болота и у некрополиса. Плюс потом вышло сопряжение, и у него тоже была верфь. На мой взгляд эта фича далеко не самая лучшая, и что особенно странно, она была только в третьей части. Вторая мелкая деталь. Мне безумно нравится тот факт, что с расширением некоторых городов после улучшения префектуры, появляются новые дороги, домики и мосты. По моим воспоминаниям такое происходило с каждым городом, но, увы, это неправда. Это есть у бастиона сопряжение, и внезапно у некромантов растет количество могил в городе Лоу. Ну и конечно же я упомяну музыку. Темы каждого города, я думаю фанаты знают наизусть. Они прекрасны, они узнаваемы, но на мой взгляд оперные мелодии второй части имеют куда более уникальное звучание. И в конце я озвучу вещь, с которой многие не согласятся. Мне кажется, что доход от городов в третьей части слишком большой. Во второй и четвертой с деньгами все интересней, тебя куда сильнее побуждают изучать карту и захватывать шахты. В четверке изменилось многое, и города это тоже затронуло. На первый взгляд, все вроде бы и по старому. Вот у нас замок, вот магистрат, вот дома существ, а внизу уникальное здание. Но чем больше ты на все это смотришь, тем больше удивляешься. Для постройки магистрата теперь нужно не только золото. Замок не увеличивает прирост войск, да и приходить они стали каждый день. Кузню и рынок из города удалили. Домиков существ всего лишь четыре уровня. При этом на втором, третьем и четвертом уровне мы выбираем между одним из двух зданий. Разве что таверна почти не поменялась. В ней мы все так же нанимаем героев, но она больше не повышает мораль защитников, а воров из нее так и вообще выгнали. И оставшиеся общие здания это гильдия магов с пристройкой мини-гильдии близких по духу фракций. Магазин товаров. Караван-сарай, который позволяет перевозить армии между городами и жилищами на карте. Верь, в которую теперь снова можно строить в любом городе. И конечно же тюрьма, которая есть в любом захолустье. У меня есть подозрение, что в четвертой части города строят непосредственно вокруг тюрем. Наконец, три оставшихся здания для каждой фракции уникальны. У варваров это два домика, которые улучшают атакующие статы героя и защитные. Плюс магическая глушилка. Ну и граали в игре, все так же остались. А, ну и гильдий магов из города варваров убрали полностью. И давайте я сначала похвалю одно нишевое дизайнерское решение. В зависимости от типа земли, на котором возведен город, меняется его фон. Это абсолютно ни на что не влияет, но это очень прикольная мелочь, которая, кстати, уникальна для четверки. Такого нету больше ни в одной части. Другая мелочь, которая, на мой взгляд, совершенно неприятная. Одна из проблем первой части вернулась. Все до единого здания теперь строятся по одному и тому же плану. Жилище существ четвертого уровня всегда будет в центре города. Магистрат строится слева сверху. Форт справа сверху. Тюрьма немножечко ниже. А домики первоуровневых бойцов всегда возводят в нижнем левом углу. В этом есть свое преимущество. Человек всегда знает, что и где находится на экране города, вне зависимости от того, за какую фракцию он играет. Но вы понимаете, подобные проблемы должны решаться не на экране города, а интерфейсом. Данная расстановка зданий мне кажется чем-то очень недоделанным, словно это была какая-то альфа-версия из документа, которую засунули в релиз. И это звучит довольно реалистично с учетом того, как выходила четверка. Просто на фоне чрезвычайно хорошо проработанных городов из стройки это смотрится очень странно. Да и различаются фракции четвертой части довольно сильно по визуалу. Те же постройки хаоса это шедевры абстракционизма. Наконец, именно в четверке появились герои, которые специализируются именно на городах. Навык благородства позволяет назначить героя губернатором одного поселения. И это увеличит его прирост существ. Ну и пожалуй стоит упомянуть еще одну крайне игромеханическую штуку. Четвертая часть это первая игра серии, где вы не проигрываете, лишившись всех городов. Я думаю вы играли в кампании третьей части и скорее всего помните, что в любой миссии вам дают город. Мне кажется эталонный пример это первое задание кампании убийца драконов. У вас имеется гигантская армия, которая перейдет в следующую миссию, но вы не можете ее пополнить. Да, город у вас есть, но это фиктивный город. Цель его существования просто дать вам побегать по карте больше чем одну неделю. Подозреваю, что в первых частях серии не планировали делать длинные карты, в которых не будет работы с городом. Но времена менялись, игры улучшались и к четвертой части у нас появились миссии, которые проходятся вообще без города. И у меня есть подозрение, что это невероятно глубоко запрятано в коде третьей части и это просто невозможно вырубить. До того, как садиться писать сценарий, я был уверен, что в Horn of the Abyss это исправили. Но нет, даже там это правило работает. Герои меча и магии 4, вестники больших изменений. И пятая часть эти изменения приносит. Теперь у нас в городе есть две важные новые штуки. Это условное дерево строительства и неусловные уровни города. Что это такое? Давайте с уровня города с ним все просто. Чем больше в городе построек, тем выше его уровень. И у каждого здания есть зависимость от уровня. В городе первого уровня всегда можно построить таверну и жилище существ, собственно, первого уровня. Но чем дальше, тем сложнее. Какие-то расы получают доступ к определенным постройкам раньше, какие-то позже. Например, большая часть наций может построить ратушу на уровне города 3, но маги и гномы строят ее на шестом. И тут, кстати, вернулась система дом старейшин ратуша магистрат капитолий, причем с постройкой числа золота и доходом в 500 тысячу 24 тысячи. Но при этом у каждого здания поменялись требования. И это, по сути, то самое дерево строительства. Практически любое здание может быть построено только если выполнены определенные требования, собственно, по зданиям. Ну, например, я хочу построить ангелов. Мне нужно возвести монастырь, а чтобы возвести монастырь, мне понадобится гильдия магов. Да, это было и раньше, но сейчас это стало куда нагляднее, и появилось такое разнообразие не только в жилищах существ. Маги, чтобы построить ратушу, должны возвести гильдию магов, а гномы должны построить кузницу. А, к примеру, варвары могут сделать свое здание столицей только при условии наличия рынка рабов. И, насколько я знаю, данное изменение пришлось по вкусу далеко не всем, но, на мой взгляд, это отличное решение. Оно позволяет создавать между фракциями больше различий. И перед тем, как мы перейдем к самой красивой части пятерки, отмечу одну вещь, которая меня всегда забавляла. Во всех частях до пятой города имели одну странность. Город это, по сути, отдельное место, а укрепления строят всегда где-нибудь на отшибе. В этом нет никакого смысла, замок должен защищать город. На экране все выглядит так, словно ты можешь прийти в город, все сжечь, разграбить, а замок останется там стоять себе где-нибудь на холме. Пятерка это поправила. Форт, цитадель и замок это теперь полноценные укрепления, которые окружают город. Приятная мелочь. Ну и давайте я вам раскрою секрет. Да, этот ролик просто предлог поговорить про экраны городов пятерки, потому что они того достойны. Это самые красивые, детальные и продуманные экраны в серии, причем единственные в 3D. Давайте начнем с того, что каждый город это без сарказма шедевр дизайна. Огромная адская башня, вокруг которой демоны возводят свои готические дома. Гигантское дерево, у корней которого эльфы выращивают новые постройки. Подземелья со сталактитами, которые строятся сверху вниз, а не наоборот. Гребаные гномы выкопали дыру в земле, пока не докопались до лавы, а потом на стенах этой дыры построили пивоварню и такие, this is fine. Эти города абсолютно совершенно непрактичные, но максимально фэнтезийные и выглядят просто потрясающе. И разработчики это понимали. И даже гордились этим, потому что, когда вы открываете городской экран, камера начинает облетать город по определенному курсу, показывая здания с уникальных ракурсов. Ей богу, это великолепно. Пролет сквозь адские конюшни в инферно и вот этот солнечный блик под основную людскую тему, я буду помнить до конца жизни. Да, города непрактичны, да, жить в них было бы сплошной пыткой. Но они очень красивы. И, к сожалению, варварам в этом плане не повезло больше всех. Орки просто построили какой-то бутлег и громовой утес. Город на холмах посредине нихрена. Увы. А еще в пятой части у городов впервые и в последний раз появились специализации. У каждого города есть какие-то небольшие бонусы. Где-то выгоднее цены на рынке, где-то больше прирост низкоуровневых юнитов. А какие-то города просто приносят дополнительные 250 монет в день. Но есть у всей этой красоты один титанический минус. Никогда в жизни вы не будете всем этим пользоваться именно на экране города. Вы будете работать только с его интерфейсом. Если вы попытаетесь нанять всех воинов через постройки напрямую, вы потратите кучу своего времени. И к сожалению, все хорошее когда-нибудь кончается. Шестые герои решили все упростить. И города это тоже коснулось. Теперь у нас три уровня города. Они зависят от главного здания. Практически все до единого вторичное здание удалили. У нас остался магистрат. Укрепления, которые все еще повышают прирост. Таверна. Рынок. Порталы, которые позволяют перемещаться между городами и обратно в город. Грааль. И уникальные постройки. По четыре на каждую фракцию. И построить вы можете только две. К сожалению, города в шестой части ощущаются пустыми как никогда. И что хуже всего, они паршиво выглядят. Я, к сожалению, не дизайнер. Я не могу сказать, в чем конкретная проблема города в шестой части. На мой взгляд, они чрезвычайно безжизненные. Эти здания не выглядят как здания. Они выглядят как вшитые в игру статичные картинки. В некоторых случаях к ним еще и гифку огня прикрепили сверху. Вроде бы и все постройки на виду, но они как-то сливаются в единую кашу. И, как мне кажется, понять, что перед тобой невероятно сложно. Город демонов в этом плане хуже всего. Он просто выглядит как нагромождение вещей. И знаете, что самое потрясающее? Этот экран городов улучшенный. В игре изначально экран города выглядел просто как ратуша, которая менялась в зависимости от уровня города. Но, к сожалению, подтвердить этого я не могу. Я это помню, потому что я играл в игру на релизе-релизе. Но в интернете я нашел исключительно пару картинок на этот запрос. Найти пиратскую версию с ранними патчами я, к сожалению, не смог. Эту игру сложно даже спиратить. А я пытался, поверьте мне. Вполне возможно, что в моей голове что-то перепуталось. И экраны фартов мини-городов, которые теперь есть на карте, мне кажутся теми первоначальными экранами. Но, тем не менее, я в своих словах уверен. Но вы в интернете, разумеется, относитесь ко всему этому с долей скептицизма. И особо больше-то и нечего рассказывать. Кучу зданий удалили. Специализации городов удалили. Да, губернаторами городов можно назначать, но нельзя. Фактически это просто пассивный эффект, который активируется, когда герой рядом с городом. Единственные два полноценных изменения. Во-первых, теперь каждый город сдает вокруг себя зону контроля, в которой нельзя захватить шахты и жилища городов. А во-вторых, теперь любой город можно превратить в город вашей фракции. Это уже больше геймплейные приколы, я про них говорить не буду, так что хорошо это или плохо, решайте вы. А мы переходим к части номер 7. И я очень удивлен тому факту, что разработчики седьмой части правда пытались все исправить. Они просто вернули в игру систему пятой части, с дополнительными надстройками. Уровень города теперь опять зависит от количества зданий. Зависимости и построек друг от друга стало намного больше. Появилось больше выбора, некоторые стандартные здания друг друга исключают, впрочем иногда довольно странно. Что лучше, ров, который повышает защиту при осаде, или какое-то другое здание, которое дает бонус на глобальной карте? Хм, вернули кузницы. И геймплейно это реально шаг вперед по сравнению с шестой частью. Но к сожалению, в плане визуала, как по мне, это вся та же шестерка. Лично мне кажется, что читаемость выросла, но в целом это все еще выглядит как дешевая игра с мобильного телефона. И это больше удивляет, чем огорчает. Просто мододелы доказали, что вы можете сделать красивый город в 2D. И кстати, благородство тоже вернулось, как в четвертой части, полноценным навыкам. И что получается по итогу? На самом деле удивительно, как много мелочей и подводных камней в настолько простой, казалось бы, вещи, как отстройка базы. И как вы можете добавить огромную разницу между фракциями простыми изменениями расстройки. Варвары третьей части могут построить чудищ на первой неделе. Волшебники в пятерке получают доступ к ратушу позже, чем остальные фракции, но дешевле. А в какой-нибудь шестой части некромант может проходить карту с нулевыми потерями без проблем. Именно нюансы делают все эти части уникальными и нередко интересными. И на этом наш сегодняшний ролик заканчивается. На следующей неделе мы поговорим про последнюю фракцию третьего Родолерта. А еще через неделю будет один дополнительный видос, связанный по теме с героями. В самом конце ролика будет небольшой анонс. Если вам интересны герои, я советую его послушать. Но пока я вам могу только порекомендовать подписаться на канал. Таким образом вы не пропустите новые ролики в ленте. Еще вы можете оставить коммент или лайкос, потому что каналу это помогает. Но намного больше этому каналу помогают мои великолепные, замечательные и прекрасные подписчики с Бусти, которых сейчас вы видите на экране. Любой мой платный подписчик получает доступ к роликам на сутки раньше и без рекламы. Продвинутые созерцатели получают доступ к бонусным роликам. В них нет монтажа, они более экспериментальные, в них я делаю всякое разное. Иногда рассказываю про создание ролика, иногда рассказываю про то, что происходило со мной на неделе, иногда рассказываю про игры без монтажа. И наконец самые мощные бронзовые и стальные мегамозги получают доступ к спецчату, где я появляюсь, кидаю тупые мемы, отвечаю на вопросы, общаюсь и все такое прочее. И конечно же самые-самые-самые подписчики получают в конце ролика мою отдельную огромную благодарность, которую сегодня я хочу выразить. Михаилу Воронову, Павлу Соломонову, Антону Гольцову, Борису, Юрию Сенину, Сергею Сухачеву, Диме Андрееву, Андрею Князеву, Долу Вальешу, Сергею Груку, Михаилю Смитсону, Лорду Крысе, Лику, Эм Фросту, Пивному Воину, Харваачу, Вадиму Смар Родинскому, Михаилу Паршину, Волкинг Деву, Святому Гриду, Марии Крамеру, Юрию Дурандину, Гансу Лингеру, Энди Гринвиллу, Чейн Инфо, Келгару Нарушителю Клятв, Мистеру Эл Джему, Владимиру Найтмару, Сергею Нилову, Хрис Кару и Блэк Ном Студио. Ребят, большое вам спасибо. Именно благодаря вам я могу провести уже, получается, третий хомо-месяц. Но, все-таки, я должен сказать одну очень важную вещь. Я думаю, в следующем году хомо-месяца не будет. Я не планирую совершенно забросить тему героев, но, как мне кажется, она себя изжила. Мне нравится иметь какие-то традиции на канале, и я, наверное, введу новую в этом году взамен хомо-месяца. Проблема вот в чем. Я рассказал все, что хотел. У меня больше нет идей. И нет, это не значит, что вы должны писать идеи в комментах. Дело не в том, что у меня их нет. Дело в том, что у меня нет хороших идей. Прежде чем садиться за хомо-месяц в этом году, я реально лежал ночью на спине, перебирал пальцами и думал, а про что я могу интересно рассказать. Возможно, вы хотите сказать Кронос, а ну-ка рассказать про артефакты. В первой и второй части у героев был рюкзак, в который вы можете положить 19 артефактов, и которые будут пассивно приносить вам бонусы. Начиная с третьей части появилась кукла-героя. Все, на этом ролик закончился. Да, прошу поставить лайк хотя бы за то, что я два ролика в одном сделал. Ну вы поняли, в общем, идею. Этот канал это продукт, так сказать, страсти. Вы уж извините меня за такую пошлость, но я делаю ролики про то, что мне интересно, про то, что важно и про то, что, как мне кажется, я могу интересно рассказать. У меня было много идей про героев меча и магии, но время такая штука, она течет. И на канале теперь есть все, что я хотел рассказать про героев меча и магии. Да, я не исключаю, что, возможно, мне придет в голову еще одна идея, и я ее релизну, но в отрыве от Хомо Месяца. А прямо сейчас я хочу сосредоточиться на других проектах и на других сериях игр. Ну и в целом, да, Хомо Месяц на этом не заканчивается, будет еще один окологеройский ролик, и мы посмотрим, что будет происходить в дальнейшем. Ну и да, большое спасибо за то, что вы продолжаете меня слушать, комментировать, лайкать и, конечно же, подписываться. Соответственно, будем знакомы, будем прощаться. Благодарю всех, кто помогает, но в любом случае, будьте сильнее яда. И мы с вами обязательно скоро услышимся.